МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый центр избирком с одним пустым креслом. Сегодня в Верховной Раде пытались отменить вчерашнее расширение избирательной комиссии, но не получилось. Состав ЦИК все же увеличат. Правда, в избирательной арифметике нардепы, похоже, и сами запутались. Выходит, что теперь вакантных мест больше, чем кандидатов. Чем это чревато? Об этом далее в материале. Очевидно, спикер планировал еще вчера подписать закон, который увеличивает состав членов Центра избиркома. Но размах пера остановили две фракции, Батьковщина и оппозиционный блок. Полицилы зарегистрировали постановления, которыми призывали отменить вчерашнее голосование. Главе парламента в который раз пришлось прибегнуть к слову «срочно». Не откладно в перерыве о 12-й часе забрать заседание и рассмотреть обидва подания. Я наголошу, в регламе написано «не откладно». Пока профильный комитет искал нардепов для заседания, в кулуарах прогнозировали, каким будет следующий состав ЦИК. По состоянию на сегодня недоукомплектованный с одним пустым креслом. Без четкого представления всех членов фракций невозможно вообще говорить о изменении состава ЦИК. Проблема даже не в кворуме, а в принципе. Фактически в этом составе мы будем иметь проблемы в отсутствии представительства всех фракций и депутатских групп в состав Центральной избирательной комиссии. Про что я говорю? Про то, что два представителя комиссии были и до сих пор остаются членами в избирательной комиссии от тех групп и фракций, которых уже не существует в парламенте. Это удар и свобода. А также одно место будет вакантное, которое фактически должно быть местом ОПО-блоку, фракции ОПО-блоку в парламенте. Это означает, что общий принцип формирования Центральной избирательной комиссии будет порушен. Идеальная ситуация, как бы президент сегодня проведет дополнительные консультации с оппозиционным блоком, внес отдельное подание на одну кандидатуру от оппозиционного блоку, и в четверг мы бы голосовали уже за все 15 кандидатов, и оппозиционный блок мог бы также свою квоту. Проте навряд ли они это встегнут, и поэтому одно место будет оставаться в прикупе. В блоке Петра Порошенко намекают, завтра недостающий кандидат может появиться. Правда, кто в ОПО-блоке не понимают. Внесут, например, действующего какого-то члена СВК, в который сегодня, в который закончили исполнение, но который прессует на сегодня членом Центральной избирательной комиссии. Одного из, может же внести. В данном случае это выход из ситуации. Скорее всего, так и будет. Не было никаких торгов с нами. У нас была с самого начала позиция, что, согласно квотному принципу, у нас должны быть две кандидатуры. А если президент хочет сформировать карман у СВК, то это не до нас. И с самого начала, когда парламент принял вчера решение про сближение количества членов СВК, под вопросом стала и сама легитимность этого СВК, и будущие выборы, потому что порушение законодательства с самого начала таким чином это закладывает бомбу под будущие выборы в Украине. За куларными разговорами профильный комитет собрался, решив, что зал должен сам разобраться, отменять ли вчерашнее голосование и увеличение цикл. Под куполом сразу два постановления. Вчера произошло порушение Конституции Украины. Вчера глава Верховной Ради Украины, узурпирующий владу, он вчера не дав мне использовать свое конституционное право, законодавчую инициативу, потому что я имею право протягом 14 дней, с момента регистрации законопроекта, подать свой альтернативный. И он это знает. Законопроект, который мы приняли с вами в восторг, должен вступить в силу. И мы с вами должны четко обраться представителей до Центральной выборной комиссии, которые будут представлять все фракции и группы парламента. Постановления от оппозиционного блока не поддержали, так же, как и от Батьковщины. Представительство должно быть каждой политической фракцией, и ни у кого не может быть большинства. Именно поэтому этот орган является контролирующим и независимым. Вы думаете, что он будет контролирующим и независимым, где большинство будет у блока Петра Порошенко? Вы пытаетесь создать орган, раздевляя его на две люди, потому что вам не хватает для большинства этого одного кандидата. Это будет нелегитим на ЦВК. Правильные голосования открыли двери для подписания документа, что спикер показательно и сделал. Итак, я подписываю закон про Центральную выборную комиссию сейчас при всех и передаю на подписку президенту. Так что завтра Раде предстоит долгий кадровый день по регламенту. За каждого кандидата в ЦИК должны голосовать отдельно, перед этим заслушав всех. А до этого нардепам нужно проголосовать за увольнение старого состава комиссии. Екатерина Лысенко, Ксения Провиненко, Владимир Самченко, Василий Миновщуков. Подробности телеканал Интер. Завтра же Рада планирует рассмотреть президентские изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Сегодня Петр Порошенко призвал нардепов поддержать его правки. Он считает это вопросом национальной безопасности. Глава государства назвал и другие приоритеты в этой сфере. Сила и мощность нашей страны не только в чисельной армии, в высокоснащенных военных силах, в развиненной экономике, но я твердо уверен, силу и мощность нашей страны в украинской книге, в украинском кино, в украинской музыке и украинских песнях, и главное, в украинской мове. И перед нами стоит надзвичайно важное завдание обеспечения развития и функционирования украинской мовы, мовы как государственной, в всех сферах общественного жизни и на всей территории Украины. Посиление роли украинской мовы как консолидующего фактора в украинском суспольстве, как способа увеличения государственной единственности. Об этом Петр Порошенко заявил во Львове. Там он открыл 25-й форум издателей. 260 его участников привезли романы, фэнтези, научную литературу, всего 250 тонн книг. Приехали известные авторы Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Оксана Забушка, особый гость Фредерик Бекбедер. Он представил свою новую книгу «Жизнь без края». Кадры решают все. В Кабмине сегодня думали, что делать с дефицитом квалифицированных работников в Украине. А еще говорили о поддержке фермеров и перспективах роста экономики в целом. Ольга Теребинская знает подробности. Поддержка стабильного роста экономики, уменьшение госдолга и сотрудничество с международными финансовыми организациями. Приоритеты в работе правительства. Об этом сегодня заявил премьер. В втором квартале мы имели предыдущие данные, что ВВП страны увеличивает до 3,6%. Сегодня есть уточненные данные, это уже 3,8%. Фактически важно, что есть нормальный темп, темп увеличения производства валовой продукции в стране, к концу воспоживания. Самое главное – додать им стойкость. И для этого нужно развиваться разные сектори экономики, в том числе и те, которые драйверами нашего увеличения. Агропромисловый комплекс. Нам нужно создать условия для развития реального фермерства. И мы создали ряд программ поддержки фермерства. Фактические выплаты средств на поддержку фермеров составили 13 миллионов гривен. Хотя в бюджете предусмотрены дотации на целый миллиард. Поэтому оставшиеся деньги перераспределят. Но даже при таких невеликых объемах использования денег из этого миллиарда мы имеем позитивные тенденции, которые проявляются в том, что созданы 450 новых фермерских господарств. Створено 12 кооперативов молочного и один новый кооператив плодово-ягодного напрямка. Сегодня Кабмин также одобрил концепцию внедрения дуального образования. Она заключается в сочетании обучения в вузе или профтехучилища и практики на реальном предприятии. По словам министра образования Лилии Гриневич, чтобы получить сотрудника высокого уровня профессионализма, работодателям приходится готовить его своими силами. А это значит, что время студентов используется неэффективно. Если мы говорим о таких значительных сферах для нас, как IT или агропромисловность, на которые мы традиционно всегда делаем наголос, то большинство таких компаний, категорично незадоволенными фаховцами, которые продукуют системы обучения, дуальная форма обучения, предпочитает получение от 20 до 50 кредитов не за партой зубрячей теории, а безусловно на рабочем месте. Приняли сегодня и кадровые решения. В связи с введением необоснованных временных запретов на вакцины от туберкулеза, гепатита B, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша, Кабмин сегодня отстранил от должностей главу Гослегслужбы Наталью Гудь и ее первого зама Владислава Целину. Пока в Кабмине говорили о планах поддержать аграриев, фермеры рассказывали о своих проблемах в Верховной Раде. Рейдерские захваты, бюрократия, тотальная безнаказанность это не все препятствия для развития их бизнеса. С аграриями встретились депутаты-оппозиционеры, говорят, пути для решения фермерских проблем есть, но хватит ли политической воли? Все подробности в нашем материале. Битва за урожай. Для украинских аграрий в сезон сбора превратился в настоящую войну с рейдерами. В сентябре волна атак на фермеров прокатилась по всей стране. Харьковская область. Вооруженные мужчины ворвались на предприятие и пытались отобрать у людей урожай подсолнечника. Одесская область. Неизвестные хотели оттяпать участок земли по поддельным документам. Приезжает 40-50 человек на поле и скошают соняшник. Меняем прозвище в реестре и ты уже властник. Все, ну, как раз, ну, никогда этого в жизни не было. То есть, в стране порушено принциповое право приватной властности. Но рейдерские атаки не единственная проблема аграриев. Средний и малый бизнес исправно платит налоги, но все равно ведет борьбу за выживание. На прошлой неделе Юрий Бойко посетил предприятие «Устья» в Винницкой области. Мелких фермеров в этом районе фактически поглотили крупные холдинги. Ситуация близка к критической. Поэтому сегодня аграрии приехали в Верховную Раду. Требуют, чтобы нардепы их услышали. С фермерами встретился лидер оппозиционного блока. Мы по случаям, которые кричат, которые касаются рейдерства, мы сейчас оформим депутатский запад и мы будем требовать, чтобы эти люди были притянуты к криминальной ответственности. Те, кто организовал, а главное, те, кто дахом есть, когда мы прийдем к владе. Мы сплитаем с тех, кто захопливал у людей майно. Сегодня мы поддерживаем практически все инициативы, которые дают возможность жить фермером. Фермеры говорят, когда в 2016 власть отменила льготы по НДС, это был серьезный удар по аграриям. До этого они могли не платить сбор. Денег хватало на закупку техники и развитие бизнеса. Фермер Кейс Хаузинг приехал в Украину из Нидерландов. За 15 лет создал более 400 рабочих мест. Сегодня предприниматель тоже пришел в Верховную Раду, чтобы рассказать властям о проблемах инвесторов. Мы хотим инвесторов у нас был спецрежим, умовы для всех были равны, а сейчас есть дотация, а дотация это синонимная коррупция. Это очень сложно получать дотацию. Мы инвестировали в этом году больше 5 миллионов евро в молочную ферму. Мы должны развиваться на 3500 коров. А поддержка из государства очень тяжело отримать. В результате в последние годы предприятия не развиваются. Фермеры исправно платят налоги, но работают практически в ноль. Отмена льгот по НДС для аграриев серьезная ошибка власти, считает и Александр Вилку. Посмотрите, что произошло за последние несколько лет. У аграриев забрали порядка 40 миллиардов, отменив льготы по НДС. В какую-то часть небольшую, пять или шесть сказали, что вернут через дотацию. Это поддержка агропромышленного комплекса. В нынешних условиях, когда поднялись цены на топливо и удобрения, сельское хозяйство требует особой поддержки. И в первую очередь нужно помогать малым и средним хозяйствам, а не крупным агрохолдингам. Ольга Самарская, Иван Фоменко, подробности телеканал Интер. Власть обязана обеспечить пенсионерам безбедную старость и прописать это в бюджете на следующий год. Об этом говорили на заседании Комитета соцполитики в Верховной Раде. На встрече были представители большинства парламентских фракций из-за министра соцполитики. Депутаты уверены, пока проект бюджета не будет доведен до ума, украинцам не стоит ждать достойных выплат. Сегодня людей нет возможности не то, чтобы лечиться, а более 10% людей уважаемого возраста заявляют о том, что у них нет сегодня средств даже на питание. И проект бюджета на 2019 год, где предлагают до 1 июля 2019 года поднять пенсию только на 2,5 доллара, а прожиточное минимум на 3 доллара, мы считаем, что это недопустимо. И поэтому оппозиционный блок категорически против этого бюджета на 2019 год и в данном виде мы за него голосовать не будем. Я хочу нагадать, что наших дорогих пенсионеров 12 миллионов и из них 2,5 миллиона это люди с инвалидностью. И я бы тут приделил максимальную увагу двум питаниям. Первое, это социальному защиту и увеличение суттєвого пенсии. Эти балочки про плюс 5%, плюс 7%, плюс 8% до одного места нашим пенсионерам. Люди вимагают суттєвого в рази суттєвого увеличения пенсии. Сегодня эти вопросы нужно решить и искать резервы. Бориться с политической корупцией. Отремонтировать дороги требовали сегодня водители по всей Украине. На выезде из Полтавы люди перекрыли трассу Киев-Харьков. В Ривненской области блокировали сразу два международных направления Киев-Чопы, Киев-Ковель-Ягодин. Протестующие заявляют, из-за плохого покрытия увеличилось количество смертельных ДТП. Во время акции обошлось без затора, участники ходили по зебре, но машины пропускали. Полиция нарушений Перекрывали дорогу и в Черкасской области, на трассе Киев-Знаменком. Причина та же. Люди хотят привлечь внимание к ужасному состоянию дороги и к качеству ее ремонта. Ведь буквально этой весной автодор уже латал ямы. Станислав Кухарчук продолжит. Вот так по импровизированной команде жители городища идут перекрывать трассу. Все происходит по отработанному сценарию. Люди не останавливаясь ходят по зебре за считанные минуты на трассе Киев-Знаменка. Огромная пробка. Пропускают только рейсовые автобусы и машины скорой. Впрочем, некоторые водители не скрывают. Акцию поддерживают. Игорь смирился, что опоздает на работу, но другого выхода не видит. Акция протеста не прихоть, а скорее безысходность, уверяют пикетчики. Говорят, участок трассы государственного значения под городищем превратился в дорогу смерти для их автомобилей. Виталий привез колесо, которое пробил накануне. Капитально дорогу не ремонтировали более 20 лет, а только латали ямы. Свежий ямочный ремонт сделали весной, но от него не осталось и следа. латали, но видите, вот сюда коленость выдавлена, вот дорога была, вот какая яма, асфальт выдавлен полностью не советует. Если есть ямковость, что нет смысла латать, будут карту лежать. Если есть просто яма, то ее будут закрывать, будут саму яму закрывать. Этот осенний ямочный ремонт должны начать в ближайшие дни, и обойдется он в 600 тысяч гривен. А на следующий год дорожники единственное, что обещают провести текущий. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканала Интер, Черкасская область. Директор НАБУ Артем Сытник снова не пришел на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады. Сослался на срочную работу и похоже дел было не в проворот. В САП заявили, что задержали детектива в НАБУ во время попытки установить прослушку в кабинете Назара Холодницкого. Кто кого хотел услышать, разбирался Александр Васильченко. Не может прийти в связи с необходимостью оставаться на рабочем месте для выполнения неотложных работ. Это цитата из письма, посчитание поступило в профильный комитет от директора НАБУ. Нардепы заявляют, от Артема Сытника такого не ожидали, ведь ранее договаривались о встрече. Я бы очень хотел, чтобы вы, я думаю, вы его будете видеть, и чтобы вы его сами спросили, к чему он не пришел. Для меня я считаю неповагой к народу Украины, потому что тут сидят обранцы, которых выбрал народ Украины, и они пришли сюда не просто поспілковаться. В отношении Сытника члены комитета решили действовать более жестко. Комитет принял решение о том, чтобы теперь раскрывать ему повторный лист уже с требованием появиться до профильного комитета, как это говорится в регламенте, для того, чтобы все-таки и члены комитета, и общество почули звук Национального антикоррупционного бюро про свою работу. Я очень надеюсь, что Артем Сытник найдет время для этого, и мы таки почуем, потому что вопросов не собиралось надзвучайно. И пока в комитетах разбирались, почему Сытник третий раз игнорирует заседание, возле САП разгорелись настоящие баталии. Детективов НАБУ попытались задержать при попытке установить новую прослушку в кабинете Назара Холодницкого. Выяснилось, что госохрана обнаружила кабель, который проложили от помещения Ахмадьета в направлении САП. На другом конце провода находился закрытый гараж. Полиция вскрыла помещение, там оказался сейф, из которого выведены кабели. После этого возле САП обнаружили авто с якобы сотрудниками НАБУ. Было выявлено подозрелых осіб, которые представлялись особями певного телеоператора и сказали, что они ведут кабель в гараж. Эти особи выявились подозрелыми, поэтому было на прохание показать документы это дозвола. Жодных документов не было надано. И в подсобстве гаража, который находится на территории Ахмадыта, с внутренней стороны был закрытый один гражданин, который отказался представиться. Также была выявлена аппаратура. Стойте, держите водителя! После обнаружения сотрудники НАБУ попытались скрыться. Раптово появился спецназ Национального антикорупционного бюро, славный спецназ в Шкарпетках, после чего водя антикорупционной прокуратуры был силой вытянутым из служебного автомобиля. На его место сел работник, я понимаю, НАБУ, умисно направил микроавтобус на работников УДО и на всех людей. После того, как они отстрелили, этот микроавтобус был умисно направлен на автобус и была запрещена ДТП. Тем временем пресс-служба НАБУ на звонки не отвечает, но в соцсетях произошедшее прокомментировали. В бюро категорически отрицают и задержание их детектива, и попытку установить прослушивающее устройство в кабинете Назара Холодницкого. Александр Васильченко, Геннадий Аникенко, подробности телеканал Интер. В Одессе получила продолжение история задержания на взятке начальника управления организации таможенного контроля. Сегодня во время обысков сотрудники прокуратуры обнаружили в доме Александра Дмитренко коллекции картин и старинных монет. Предметы в нумизматике около тысячи датируются 17-20 веками, картин примерно 100. Правоохранители проверяют, задекларировал ли чиновник эти ценности. Напомню, Дмитренко поймали с поличным при получении трех тысяч долларов взятки. Эту сумму он требовал у коммерсанта за разрешение на эксплуатацию склада. В СБУ говорят, поборы были поставлены на поток. Общественная организация СтопКоррупции начала сотрудничество с телеканалом Правда Тут. Меморандума о взаимодействии стороны подписали сегодня в Киеве. На телеканале теперь будут выходить расследования журналистов СтопКора. Они считают, что совместная работа поможет борьбе с коррупцией в Украине. Оскільки наша громадская организация ставит за мету суттевое снижение проявлений коррупции в Киеве, прежде всего побудовую коррупцию, то есть с которой стыкаются простые громадяни. Тому для нас важно, чтобы какомога больше людей видели наши расследования, чтобы какомога больше коррупционеров жахалося от того, что вся страна их увидит коррупцию, которую они вытворяют. Главное задачение это не только показать людям, что есть проблема, что есть коррупционеры, а привести к людям, что с ними можно эффективно бороться, что их можно перемогать, их можно садить в тюрьме. на передовой ранен украинские военные. Боевики сегодня пять раз открывали огонь по нашим позициям, в том числе запрещенных орудий. В районе Водянова в ход пошли минометы крупных калибров, а возле Луганского противотанковые ракетные комплексы. Все подробности расскажет Игорь Левенок. Светлодарская дуга. Сегодняшней ночью это направление было самым горячим. Враг с 10 вечера и до часу ночи крыл наших военных есть потери. Это случилось на соседней позиции, там и сейчас неспокойно. Бойцы говорят, одно перемирие меняется на другое, но это только на бумаге. На самом деле война продолжается. Периодически военные действия стихают, а затем вновь усиливаются. Сейчас солдаты рассказывают, с той стороны все чаще доносится грохот боевой техники. Количество боевиков увеличилось и ощутимо. Прошлая ночь была очень тяжелой. Кроме стрелкового оружия и гранатометов, боевики применяли еще и 120-мм минометы. В результате мощного вражеского обстрела и погибли украинские солдаты. То есть на все договоренности, которые наши доблестные политики там пытаются что-то о чем-то договориться. Они плюют, они не реагируют. Постоянно техника подходит и подходит. Побывать на позиции, где украинские военные понесли потери из-за вражеских обстрелов нам не разрешили. Даже днем минометы боевиков не умолкали. Так там наши позиции? Да. Это же Краевич. Вот это Краевич у нас. А чем? На вскидку так 82-я. где-то в песочек. Нормальная война, так сказать. Вот пошли приходы вогов. Армейцы говорят, жаль, что руки связаны очередным перемирием. Отвечать врагу адекватно пока не могут. хотя есть и средства и возможности и противник тогда быстро успокаивается. Даем ответку уже если уже чересчур сильно начинать лупить. Но опять-таки со стрелка дни. Показываем, что мы тут есть и мы отсюда не уйдем. А еще бойцы, пользуясь случаем, агитируют всех желающих получить льготы и статус участника боевых действий. Правда, делают это с определенной иронией. Пожалуйста, милости просим, сдается, кое-какое место есть свободное и не одно еще на данный момент. Зарабатывайте, покупайте себе так сказать УБД и будете тоже ездить бесплатно. Из Донецкой области Игорь Левинок, Андрей Костюк, Антон Чиженко, телеканал Интер. Смертельное строительство. Вчера в Святошинском районе Киева возле недавно возведенного дома погибла женщина. Ей на голову упала металлическая конструкция. Кто виноват в трагедии и какое последует наказание? Подробности далее в материале. Улица Клавдиевская, 40 В. Вчера здесь погибла 64-летняя женщина. Пару дней назад она устроилась продавцом продуктового магазина. В перерыве вышла на улицу поговорить по телефону. В это время на 21 этаже ремонтная бригада устанавливала ограду на балконе. Часть металлической конструкции рабочие не закрепили и она рухнула прямо женщине на голову. Смерть наступила мгновенно. В полицию была соблюдена. Я был понятым тут. Ограждения должны были выставить те, кто делал ремонт. Его не поставили. Ну и, конечно, они там страховку не привязали. То есть там целиком вина тех, кто делал ремонт. Но и возле дома жилищного комплекса Грюнвальд нет строительных ограждений, а установить их должен был застройщик до сдачи жилья в эксплуатацию. То есть дом уже сдан в эксплуатацию? Нет, еще не сдан. Должны были, в принципе, огородить эту всю территорию. И думаю, вопросов такого не было. Не стоял бы вопрос. Представители застройщика фирмы Укрспецбутмонтаж-2 произошедшие не комментируют. По телефону, указанному на сайте компании, говорят, информации не владеют. Но, по мнению юристов, если фирма на момент ЧП официально не сдала дом в эксплуатацию, инженера по охране труда должны привлечь к уголовной ответственности. Должен был стоять забор. Должны быть все меры безопасности предусмотрены. И у нас есть такая статья, как 271-я Уголовного кодекса Украины. Там есть как штрафные санкции, там есть и обмежение в воле, ограничение в воле до 5 лет. Но также там и предусмотрен вариант до 7 лет лишения свободы. Впрочем, у застройщика Грюнвальда не такая уж и безупречная репутация. Известно, что еще при мэрии Александре Попове вместо уплаты по его взносу в 10 миллионов гривен бюджет города фирма передала 61 квартиру для чернобыльцев. Но позже выяснилось, что в квартирах отсутствовала отделка, сантехника и не было гарнитуры для окон. Те, кто купил квартиры в новостроях, делятся на форумах. Стены в домах слишком тонкие, строительство велось к грубым нарушениям норм охраны труда. Дома застройщик не сдают в эксплуатацию в обещанные сроки. Если вина застройщика в гибели женщины будет доказано, кроме уголовной ответственности, фирма должна будет выплатить родственникам погибшей денежную компенсацию. Лариса Зубенко, Андрей Ярковой. Подробности в Телеканал Интер. В Хмельницком во время урока в школе начался пожар. Огонь вспыхнул на четвертом этаже в подсобном помещении. Там хранились спортивные маты и ковровое покрытие, поэтому пламя быстро распространилось. По предварительной версии возгорание произошло из-за короткого замыкания всех, кто был в здании, а это почти полтысячи детей и учителей успели эвакуировать. Скандальные вопросы рассматривались сегодня на сессии Одесского гурсовета. Общественность просила у депутатов не допустить раздачу санаторных земель, которых в городе и так практически не осталось. Прислушались ли к этому народные избранники? Репортаж наших корреспондентов. В центре внимания два одесских санатория Молдова и Красная Зорь. Коммерсанты хотят получить землю под этими здравницами в аренду и просят депутатов дать добро на начало процедуры. У стен мэрии протестуют одесситы. Уверены, территории санатория в частнике застроят высотками. Сейчас Молдова это хороший парк возле пляжа Аркадия и действующие лечебные корпуса. Пять гектар земли, около тысячи деревьев город пытается отдать в руки в лап застройщиков. Просто город уничтожают, строят каменное гетто. А санаторий Красной Зори это четыре гектара на берегу моря. Землю под заброшенными корпусами хочет забрать малоизвестная киевская фирма. Местные жители возмущены и просят депутатов прислушаться к их мнению. Сохранить именно зеленую зону для населения, для наших детей. Хотим парк, а не высотки. Некоторые депутаты поддержали протестующих, предложили исключить скандальные вопросы из повестки дня и изучить ситуацию с санаториями детально. Ведь возможно в будущем восстановить здравницы захотят инвесторы. А если землю отдать коммерсантам сейчас, потом будет поздно. Я более чем уверен, что в этом земельном участке окажется высотное строительство, которое по закону там просто быть не должно. Но там появятся апартаменты, появятся какие-то другие законные уловки, которые позволят реализовать преступные планы. Но все эти доводы услышаны не были. Большинством голосов горсовет разрешил частникам разработку проектов землеотводов. Люди, которые просили не делать этого в сессионном зале, не могут сдержать слез. Как же так можно? Мы же по дизитам просили оставить этот нам санаторий. Это просто унизительно для нас, для всех. Мы же все люди. Куда же вы смотрите? Еще один пикантный нюанс. Решение относительно Молдовы может вызвать международный скандал. Дело в том, что официальный Кишинев считает имущественный комплекс санатория собственностью Республики Молдова. Перед сессией консул этой страны просил горсовет воздержаться от голосования. Какой будет теперь реакция депредставительства пока неизвестно. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности телеканал Интер, Одесса. Украинский МИД может выслать консула Венгрии в Закарпатском Берегово. Об этом заявил глава ведомства Павел Климкин. Все из-за опубликованного в сети видео. На кадрах видно, как дипломат тайно раздает венгерские паспорта украинцам. Сейчас подлинность материала проверяют. По словам Климкина, МИДу известно о постоянных случаях скрытой выдачи паспортов. Министр планирует обсудить этот вопрос во время встречи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярта. Отравление в Солсбери. Продолжение следует. Британские СМИ узнали имена людей, которые пострадали в итальянском ресторане в минувшее воскресенье. Жертвы снова заявляют о причастности российских спецслужб. Кто пострадавший и каким веществом были отравлены, выясняла Ирина Иванова. Она в Лондоне. Русская шпионка или случайная жертва? Британская газета САН взяла интервью у женщины, получившей отравление в Солсбери. Это 30-летняя модель Анна Шапира, уроженка Нижнего Новгорода и гражданка Израиля, которая живет в Британии уже 10 лет. В прошлое воскресенье Анна с мужем 42-летним Алексом Кингом обедала в итальянском ресторане Преца. Заказали пиццу, блюда из морского окуня с овощами выпили по бокалу белого вина. Спустя некоторое время мужчина отлучился в уборную. Через 15 минут Шапира нашла его на полу в туалете с пеной у рта. Вскоре ей тоже стало плохо. Этот инцидент после отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля вызвал настоящую панику в Солсбери. Его освещали многие мировые СМИ, но полиция поспешила уверить, отравление было, но не новичком. Источники в спецслужбах сообщают, что скорее всего посетители ресторана отравились трехнином, крайне токсичным веществом, которое используют при создании крысиного яда. Но официального подтверждения пока нет. Шапира пострадала меньше, ее уже выписали из больницы, а вот муж до сих пор в тяжелом состоянии на больничной койке. Шапира уверена, что за попыткой отравления стоят российские спецслужбы. Женщина утверждает, что ее отец был генералом российской армии, но якобы был вынужден сбежать из страны после многочисленных угроз расправиться с ним. А ее многие считают шпионкой из-за близкого знакомства с британскими бизнесменами. Шапира связывает этот инцидент с отравлением скрипалей, но полиция это отрицает. Ирина Иванова, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Увольнение с поощрением шефа контрразведки Германии, который поставил под сомнение подлинность видеоматериала о беспорядках в Хемнице, сняли с должности и тут же назначили на новое место. О компромиссе, который оценили далеко не все немецкие политики, расскажет Татьяна Лагунова. Угодите с ДЭКом, которые требовали отставки Массена и партнерам по блоку ХСС, которые хотели чиновника оставить, Ангеле Меркель было непросто. Канцлер несколько раз собирала лидеров партии правящей коалиции на криковоры. И вот решение есть. Уволен и сразу же снова назначен. Ханс Георг Массен больше не шеф немецкой контрразведки. Чиновника перевели на новую должность статс-секретаря в Министерстве внутренних дел, причем с повышением оклада. Если раньше Массен получал 11 тысяч евро в месяц, то на новом месте ему будут платить 14 тысяч. Это, наверное, шутка. Что они на этой кризисной встрече пили? Еще несколько проколов Массен станет канцлером Германии. Так комментируют новое назначение Массена его политические противники. Дескать, как можно поощрять чиновника, который допустил несколько грубых ошибок, и доверять ему такую ответственную должность? Никто не понимает, почему человека, которого отзывают из-за ошибок, тут же продвигают дальше. Компромиссы, которые находит эта коалиция, необъяснимы. Этот правящий союз недееспособен. Он живет от кризиса к кризису и развалится максимум через год. Они думали, что нашли решение, которое позволит всем сохранить лицо. А в итоге получилось наоборот. Все свое лицо потеряли. Есть у Массена и защитники. Например, его поддерживает министр внутренних дел страны, который забрал чиновников в свое ведомство. Из собственного опыта могу сказать, что мы с господином Массеном успешно сотрудничали в сфере безопасности. И он многое сделал на своем посту, особенно это касается борьбы с терроризмом. А вот кто займет должность, с которой Массена уволили, пока неизвестно. Имя нового шефа контрразведки обещают назвать до конца сентября. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкая. Бюро телеканала Интер. США сожалеют о крушении российского Ил-20 в Сирии. Глава Госдепа США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета, сбитого сирийскими военными. Помпео назвал инцидент несчастным случаем, а представитель сил коалиции полковник Шон Райан добавил, что они никоим образом не причастны к катастрофе. По информации американской прессы, Вашингтону важно было максимально отстраниться от этого случая ради безопасности своих военных в регионе. Сценарии от ФБР. В Голливуде решили снять телесериал по мемуарам отправленного в отставку главы Федерального бюро расследований. Каких поворотов сюжета следует ждать, узнавал Дмитрий Анопченко. Пока создатели ставшего знаменитым телесериала лишь интригуют зрителей кадрами, снятыми для нового сезона, их конкуренты из CBS решили пойти еще дальше. Мол, зачем рассказывать о выдуманном президенте Андервуде, если президент реальный Дональд Трамп зачастую куда колоритнее? Холливуд Репоттер выведал у съемочной группы. Телевизионщики действительно купили права на книгу мемуаров бывшего главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми и впервые снимут сериал о происходящем в Белом доме, в котором все действующие лица реальны, а диалоги не придуманы, их всезнающий шеф ФБР своими ушами слышал. Джеймс Коми, который президенту поначалу нравился, а потом вызвал разочарование и был отправлен в отставку, назвал свою книгу «Высшая лояльность. Правда, ложь и лидерство». И в ней написал столько, что президент, разобидевшись, разразился целой серией твитов. В них назвал Коми и мерзавцем, и скользким человеком, и даже крысой, а в конце и вовсе предложил отправить его в тюрьму. И вот сейчас все то, что вызывало у Трампа такое раздражение, будет еще и экранизировано. Приход Трампа к власти Коми в своей книге называет лесным пожаром, который дотла сжигает страну. А самого президента, не стесняясь, сравнивает с доном мафии. Коми пишет, раньше боролся с оргпреступностью, но теперь мафиозные принципы в высоких кабинетах, когда все лгут ради сию минутной выгоды и делают лишь то, что говорит шеф. Есть и много лично о Трампе. К примеру, что он вовсе не такой весельчак, каким хочет выглядеть. На самом деле никогда не смеется, а иногда лишь изображает смех. И вот теперь все эти мелкие уколы и крупные обвинения и будут озвучиваться из серии в серию. Продюсерам новой мыльной оперы предложили стать человеку, который создал культовый телесериал в Стартрек. Он уже согласился. А вот исполнителя главной роли, роли Дональда Трампа, найти не могут. Ведь не все актеры согласны получить эту роль ценой того, что станут личным врагом для главы государства. А в том, что нынешний хозяин Белого дома воспримет это именно так, сомнений нет. Холливуд Репортер прогнозирует, что съемки начнут уже в 2019-м. А значит, первые серии выйдут на экраны как раз к очередным президентским выборам. Что интересно, Барак Обама настолько любил сериал «Карточный домик», что смотрел каждую серию вместе с семьей в Белом доме и даже приглашал исполнителя главной роли Кевина Спейси неформально пообщаться. Но при новой администрации и нравы другие и включать новый сериал «Высшая лояльность» в этом здании никто уже не рискнет. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Украинские визажисты стали лучшими на чемпионате мира ОМС в Париже. Это самое престижное соревнование среди парикмахеров и визажистов и мастеров ногтевой эстетики. За звание лучшего визажиста и парикмахера в этом году состязались представители 47 стран. Наши мастера завоевали золотую медаль и кубок победителя по визажу в номинации «Командный зачет». Наша команда в этот раз выступила безусловно на высшем уровне. Мы забрали главный кубок. Это было достаточно сложно. Почему? Потому что очень много месяцев тренировок с командой. Мы всегда поддерживаем друг друга. И нам все-таки это удалось. Были очень сильные работы и результат два кубка. И визажисты взяли главный кубок командный первое место. Больше новостей как всегда на нашем сайте. Подробности в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова